Мы сегодня представляем следующую книгу под названием «Сломленный». И на эту сцену я приглашаю автора и критика Галина Борисовна Дудкина, журналиста, писателя, замечательного переводчика с японского на русский язык и просто замечательного филолога и человека, который разбирается в вопросах литературы. Добрый день, уважаемые гости. В первую очередь я хотела вас поблагодарить, что вы уделили время, пришли сюда на презентацию. Я приехала из Астаны, Казахстан, приехала не одна, приехала со своим дорогим, горячо любимым супругом Анваром, он, кстати, у меня тоже журналист, и с моей маленькой дочерью, ее зовут Алия. Здесь также присутствует наш семейный друг, журналист, корреспондент телеканала «Хабар», она вот сзади, помогает моему супругу. Вы знаете, я хотела сказать, когда я сюда летела, это моя первая презентация моей книги, какие меня накрывали ощущения. Все-таки, знаете, написала книгу, вот уже презентация, в Москве, где-то в родных пенатах, да, ни в Алма-Ате, ни в Астане. Я в первую очередь, мне было, знаете, как-то приятно, в первую очередь, что вот в России поддерживают авторов, ну, практически со всех стран СНГ, со всего мира, и так тепло вообще, вот эта организаторская цепочка, которая шла до этого момента здесь, да, как мне вообще объясняли, как будет проходить презентация, огромное спасибо союзу, вот. И я очень рада познакомиться здесь, вот сидит мой критик, мой муж говорит, тебя будут сильно критиковать? Я говорю, ой, знаешь, я не знаю. Вообще я очень люблю критику, она всегда помогает только расти. Еще раз хочу вас всех поблагодарить. Я вот прям вас рада видеть, я еще параллельно учусь в Литературном институте Горького здесь, в этом году поступила, это моя не первая книга, и, не дай бог, у нас, это наша не последняя встреча. Да, ну, может быть, автор представит свою книжку для начала, а потом я уже вступлю как критик. Вот книга перед вами, она называется «Сломлены». Я ее писала около двух лет. Мой первый бета-ридер, это моя мама родная, она мне помогала со сценарием. Вообще я самоиздат. С выпуском книги мне помогал мой любимый муж, который сейчас фотографирует, финансировал, мои друзья, знакомые. Эта книга написана, главный герой, его зовут Рафаэль, его мать выбросила на мусорную свалку, так уж сложились жизненные обстоятельства, потом он превращается как бы в деспота маньяка, он убивает женщин, и его судят. Судит его родной отец, но отец даже не знал, что он будет судить своего сына. Так у меня вот сценарий, с завиточком, знаете, вот. Основная, главная мысль этого произведения – показать судьбу брошенных детей, вот, как их складывается судьба, и что при любых обстоятельствах, конечно, разные жизненные ситуации бывают, нельзя оставлять детей, вот, своего ребенка, нужно вот прям бороться, до последнего идти, и все-таки, ну, вот, такая мысль. Спасибо. Но вот автор как бы раскрыл интригу, поэтому я не буду бояться спойлерить, и так что будем исходить с того, что вы уже знаете, что случилось. Ну, книжку я прочла с большим интересом. Она хорошо написана, литературным ярким языком, но у меня некоторые были претензии, ну, даже не как у критика, а как у читателя. Я сейчас к ним перейду, сначала я скажу про книжку. Книжка состоит, очень такой нетрадиционный у него прием, из трех, как бы, на первый взгляд, несвязанных частей. Первая часть называется «Рафаэль», где идет речь об этом серийном маньяке, которого нашли на свалке в детстве, в младенчестве. Вторая часть называется «Каприз», и там фигурирует женщина, такое легкое поведение, которое ради достижения условного, определенного образа жизни, она, ну, продает себя. И она кажется, что она не связана, и в итоге оказывается, что это бабушка этого Рафаэля. А следующая часть, заключительная, Артур и Грейс, там уже Грейс — это дочь. Дочь этой «Каприз», и она, вот так работает закон кармы, хотя вот в натоте сказано, что это общество виновата. Ну, общество, конечно, безусловно, виновата, но закона кармы тоже никто не может уйти. И вот эта Грейс, она рожает ребенка от Артура, и потому что родители Артура против нее, против их женитьбы, в итоге получается так, что она оставляет младенца тоже на свалке. И вот тут круг замыкается, и этим младенцем оказывается Рафаэль, который, собственно, был героем первой части. Ну, мне понравился вот этот сюжет, мне понравилось построение. Единственное, что я могу сказать, что тут написано в аннотации, что это в стиле английского детектива. Но я вот не могу сказать, что это детектив, скорее, это психологический триллер. Даже несмотря на то, что в первой части действует сыщик, такой условный Шерлок Холмс, вместо детектива, но он особо ничего не расследует, хотя на убийце все же выходит. Никаких сыщиков ни во второй, ни в третьей части уже нет. Поэтому, безусловно, это скорее триллер. Да, согласны? Да, согласна, согласна. А теперь вот что меня зацепило, даже не как критика, а как читателя. Идя по следам недавно возникшей дискуссии про то, что критик чихутит автора, меня смутило абсолютно то же самое. На что жил герой? Что он ел? Ну, скажем, если у второй, и в третьей части там хоть как-то это объясняется, там Грейс, она продает себя, торгует телом, то есть не Грейс, Кафриз, а Грейс, ее дочь, она живет с бабушкой. Ну, там полуническое существование, но тем не менее, все понятно. Но в первой части, значит, отец Николас, такой описывается мрачный мужчина, который каждый день куда-то пропадает. Куда? Куда он пропадает, и почему у них на обед курица? Вот где он взял эту курицу? Очень интересно становится. И Рафаэль, когда вырастает, он тоже, он тоже нигде не работает. Тем не менее, значит, описывается, что у них огромный дом, который постепенно приходит в упадок. Какое-то хозяйство, потому что от Николаса пахнет, от Рафаэля пахнет навозом. Да? Совершенно верно. Вот спрашивается, как они живут, вот этого ничего не описано. А вот закон жанра требует какой-то условной логики. Спасибо вам большое. Это, конечно, я обязательно учту при написании своих следующих произведений. На самом деле, прям классное такое замечание. Ну, во-первых, Николс, который вот утром любил гулять, слышит однажды утром крик младенца. Идет на эту мусорную свалку. И там находит вот Рафаэля, главного героя. На какие деньги он жил и ели они в обед куриц, куда он пропадал. Он будет профессиональным вором. Вот. Воришка, да. Это нужно было прописать, наверное. Да, это нужно было прописать. Я, наверное, этот момент упустила. И совершенно с вами согласна. Спасибо вам большое. Учту еще раз. Вот эти деньги. Он что-то там продавал и, конечно, приносил еду домой. Как же потом, следующий ваш вопрос, как же дальше жил Рафаэль? Вот существовал, у них был большой дом. Этот дом принадлежит Николсу, вот этому психопату Манеку, да. Ну, его же нужно содержать, и там еще была домработница. Да, домработница, которая умерла от рака ушей. Да. Вот. Рак ушей тоже меня смутил, на самом деле. Ну, конкретно какой части в ухо? Тоже неплохо вопрос. Не диагноз. Да, вот. Ну, от рака ушей. Вот я где-то слышала, когда-то новость была, да, информация. Я же сама журналист. И вот у меня тоже диагноз, я задумалась. И я немножко это перенесла, конечно, на страницы своего произведения. Вот. Мальчик нормально рос, когда была вот эта няня. Вот когда няня вот умерла, все, Николс озверел, он начал избивать мальчика. Ну, у них был домашний скот. Вот. И как? Где они этот скот использовали? Ну, что-то воровали, что-то продавали. Ну, нужно же прописать, наверное. Да, я с вами согласна. У меня вторая и третья часть, там все нормально, там логика работает. Да, ага. Вот. А вот первая, ну, я просто буквально начала цепляться и возвращаться. Думаю, я, наверное, что-то пропустила. Да. Совершенно верно, я с вами согласна. Я как-то этот момент не описала. была больше сконцентрирована на описании самого главного героя, чтобы сразу читателя увести вот в бездну этого сценария. Но вообще классно. Я буду обязательно. Да, вот еще тоже вопрос такой, на засыпку, что называется. Не все ружья, которые повешены на стенку, стреляют. Вот, например, там фигурирует некий красный шарф, который сыщик находит, увидит в доме у преступника. И вот сидит, а его предварительно преступник поймал, оглушил и притащил связанному с кляпом во рту в этот дом к себе. И он, значит, рассматривает вещи, оставшиеся от жертв, там какие-то бантики, закулочки, чулочки и так далее. И он находит шарф, а шарф этот носил его помощник. Ну и в итоге, что же мы видим? Очень интересный такой заход, но он почему-то сдувается. Вот такой текст. Он ясно помнил, что помимо всех этих вещей видел шарф Хика. Хик — это помощник. Он щупал его собственными руками, но шарф не нашли в комнате. Может быть, его уже успели спрятать и забрать? В конце-то концов, мало ли красных шарфов. Или у него помытнил рассудок, или ему показалось. Так Гистон пытался обравдать свои подозрения. И все. На этом сюжет с шарфом закрывается. Я бы как-то, может быть, разработала подробнее, нет? Вы знаете, у меня была идея, вот я, наверное, насмотрела с фильма с супругом. Мы любим такие, знаете, шаркие, горячие триллеры, с горячей концовкой. Я хотела, чтобы вот этот Хик помогал отцу Рафаэлю, Николсу. И чтобы, вы знаете, что-то у меня новейное было вот этими, наверное, просмотрами фильма. И в конце я все-таки решила не портить слишком вот эту, знаете, картину добра, которая немножко, но все-таки присутствовала в первой главе, и оставить в покое помощника. Но у меня была идея раскрыть, что помощник вот этого полицейского был главным Вот это было бы интереснее намного, чем просто вот взять шарф, показать и убрать. Потому что остается какое-то некое разочарование. Теперь, значит, по поводу сыщика. Ну, сыщик, он такой типичный неудачник. Он описывается как мужчина невысокого роста с большим кожаным портфелем в руках. И осунувшийся лоб его покрывали глубокие морщины. Братник рубашки ему был явно великоват. Ну, и, собственно, соответственно, он проводит расследование. Как бы ни о чем. Ему просто повезло, что преступник его поймал, оглушил и затащил. И благодаря тому, что его освободил отец Николас, который просто вытащил кляпу и развязал его, так бы он ничего и не нашел. Преступник бы спокойно ушел от расследования. Ну, вот образ, мне кажется, недоработан. Ну, вот чисто такое короткое описание. И на этом тоже все прекращается. Я бы добавила, вот просто как вот читатель, мне хотелось бы, чтобы больше был раскрыт характер вот этого Гистона. Иначе, ну, не играет, как детективный сюжет. Вот. И еще деревня, где происходят эти серийные убийства, а их там было, сколько, около десятка, да? Да. Около десятка. Больше даже, чем больше. По 17. По 18. Представляете, 18 убийц, а в деревне 500 человек живет. Ну, вот вы себе представляете, чтобы никто не знал, кто убийца. Нет, они же потом в конце уже все-таки начинают паниковать. Это в конце. Уже как на пятую девушку. Деревня на 500 человек, это однозначно, ну, это 50 дворов. Да. Или третий, или четвертый. Да. Там не бывает какой-то парк в деревне парк. Вот на этом парке он убивает этих несчастных девушек, оглушает, потом он их несет на руках через весь этот парк и деревню домой под покровом ночи, и его никто не видит. Вот это тоже меня смутило. Я бы все-таки сделала не 500 человек, а как-то побольше. А, все. Как бы немного вы делаете акцент на том, что это немножко наивно звучит, да? Да, да. Да, при таком малом количестве людей происходит такое крупное количество убийств. Да, ну вот и собственно мои призирки на этом кончаются как критика и как считатели. Единственное, что я еще хочу сказать, текст плохо вычитан. Много опечаток, много таких вот ошибок и некоторые слова даже слитно пропечатаны. Это, наверное, вип-приверстки, да. Да, это нужно просто будет исправить при новом издании. И еще там в одном месте я тоже споткнулась и у вас каприз вдруг превращается в Анну. Видимо, Анна была, наверное, первоначальное имя, да? Да, да, да. Вот это Анна вдруг появляется ни с того ни с сего и тут же превращается в новый каприз. Вот, а так книжка хорошая. Я люблю такие трейлеры психологические, сама их иногда пишу. Вот, поэтому я автора поздравляю и однозначно рекомендую прочтение. Кстати, вот вы подметили, у меня вот при этой книге у меня был корректор. Вот. Все-таки это была претензия моя на такой хороший художественный аромат, и у меня не было своего редактора. Но я сейчас сейчас я дописываю свою следующую книгу, уже совсем практически заканчиваю, история Маймона и ее детей. Там уже будет редактор, конечно, как положено. При верстке, когда книга уже выйдет, первый экземпляр будет вычитка, уже более профессионально и детально все вот эти замечания обязательно. Аплодируем автору и приглашаем на награждение дипломом за вклад в российскую словесность. Спасибо большое. Выходите, пожалуйста, на сцену. Поддержим автора.